Всем привет друзья! Произвели мы инкассацию в этом месяце всех четырех аппаратов, наполнили свою копилку десятками. Сейчас покажу как она выглядит. Вот что у нас представляет коробка. Наполнили мы их вот такими вот слитками. В каждом таком пакетике находится по 2000 рублей. Вот в эту коробку у нас получается, вот такая она по габаритам, влезет 96 тысяч рублей десятками. Если мы будем вот такими вот пакетиками их заполнять. Также здесь уже вот поменены, просили поменять меня. Вот ходил менял, вот так бы еще больше было бы. Теперь поговорим о результатах. Начнем с той точки, которая нам раньше приносила меньше всего прибыли. Если помните, установлено у меня было в той точке 6 аппаратов. Потом я их модернизировал, добавил туда еще столько же. Аже и того, у меня на данный момент там 12 колб с наполнителем. И теперь сравним результаты с прошлыми месяцами. Насколько увеличилась прибыль. Получается, проинкассировали мы 2350 рублей. Чистая прибыль из которых у нас составляет 1638 рублей. И аренда в данном месте у нас составляет 0 рублей. Также для тех, кто впервые на моем канале, можете посмотреть в прошлых видеороликах, как я считал данные таблицы. Тут ничего тяжелого нет. Может вы даже без всяких объяснений поймете. Единственное, только... Как бы объясню. Вот эти вот цифры, которые зелененьким написаны, выделены плюс 20, плюс 10 рублей. Это когда люди, не читая инструкцию, закидывают туда, к примеру, 10 рублей, а игрушка стоит 20 рублей. Соответственно, они уходят просто оттуда, если они не прочитали инструкцию. Итого 10 рублей они там просто оставили, при этом им игрушка не выдалась. Вот здесь как бы 30 рублей нам данный аппарат принес чистой прибыли. Вот именно вот благодаря вот таким ситуациям. Вот теперь сравним с показателями прошлого месяца. В прошлом месяце мы проинкассировали 2231 рубль, чистая прибыль, из которых у нас составила 1493 рубля. Ну, полторы тысячи рублей. Также аренда 0 рублей. Вот по количеству игрушек. В том месяце у нас продалось 167 видов наполнителя, в этом месяце у нас продалось 182 виды наполнителей. И, ну, чистая прибыль у нас немножко выросла. Вот. По стоимости самого аппарата вот этого, получается, сами вот эти стойки по ценнику обходятся 56 тысяч 60 рублей. Это закупочная цена всех вот этих аппаратов, стоек, не считая самого наполнителя. Вот. Ну, и по данным вот этой вот выручки, вы можете понять, через какой промежуток времени окупится данное место. Ну, соответственно, оно окупилось уже давненько. Вот. Ну, вы хотя бы для себя можете какие-то выводы сделать, долго ждать или нет. Но также в плане убытков. Убытков в данном месяце у нас никаких не было. Вот. Это плюс. Вот. Что такое убытки? Это когда дети приходят, покупают игрушки не деньгами нормальными, десятками, а когда они берут рубли, сворачивают в всякую бумагу, либо еще фантики какие-то, и просовывают туда, чтобы им бесплатно, грубо говоря, выдалась игрушка. Следующая точка нам принесла 3690 рублей. Чистая прибыль из которых у нас составила 2956 рублей. Аренда в данном месте у нас составляет 300 рублей. Вот. Также по поводу аренды в данном месте я плачу аренду июнь-июль-август по 500 рублей. Все остальные месяца я плачу по 300 рублей. Вот. Соответственно, следующие месяца у меня как раз будет по 500 рублей. Вот. Здесь у нас немножечко поинтереснее показатели в том плане, то, что здесь у нас установлена колба по 40 рублей с тем же самым монетоприемником, где люди, не читая инструкцию, засовывают одну десятку, в итоге она у них проваливается. В инструкции написано, чтобы люди засовывали по две десятки. Соответственно, они по толщине больше будут, они не проваливаются. Вот. Есть еще такие виды монетоприемников. Вот. У меня как раз такие. Вот. Так. Здесь, получается, у нас составила прибыль 70 рублей. При этом ни одной игрушки у нас не продалось. Это вот лего-строитель у нас. Получается, вид наполнителя. Вот. Люди закинули по 10 рублей, по 20 рублей. В итоге они у них провалились, так как они, ну, не прочитали инструкцию. Вот. И дальше у нас вот еще плюс 10 рублей. Это вот, ну, кто-то просто закинул, не прочитал инструкцию, что игрушка стоит 20 рублей, они 10 рублей закинули, все, им ничего не выдалось, они расстроены, ушли. Вот. Дальше плюс 3, плюс 1,5 рубля, и плюс 5 рублей. Это когда дети приходят, туда просто так мелочь закинули, все, думали, может так прокатить, что-то взять в итоге. Ну, им ничего не выдалось. Вот. Соответственно, это в копилочку нам, в чистую прибыль идет. По стоимости данной точки, получается, данная точка стоит 32 тысячи практически. По поводу убытков. В данном месяце у нас убытки составились всего 17 рублей. Ну, то есть, это минимальные общие потери. Вот. Теперь сравним со следующим, с предыдущим месяцем, получается. Мы проинкассировали в этом месяце 3690 рублей. В том месяце мы проинкассировали 3317 рублей. В этом месяце побольше. Вот. И по чистой прибыли. В этом месяце у нас практически 3000 чистая прибыль составляет. В прошлом месяце практически 2000. Ну, то есть, на 1000 больше мы в этом месяце заработали. Но игрушек продалось у нас в этом месяце 275 видов наполнителя. А в том месяце 259. То есть, разница вообще небольшая. Что повлияло, в принципе, на эти показатели? То, что я увеличил стоимость попрыгунчиков. Если у нас раньше попрыгунчики стоили 5 рублей, в том месяце мы продали 92 попрыгунчика. Итого чистая прибыль у нас составила 460 рублей. В этом месяце мы продали всего 46 попрыгунчиков. То есть, в два раза меньше. Но при этом у нас чистая прибыль составляет 690 рублей. То есть, мы увеличили прибыль. У нас выручка с одного попрыгунчика не 5 рублей, как раньше, а 15 рублей выходит. Третья точка у нас самая интересная. Вообще, мало каких игрушек у нас купили по 40 рублей. Вот на скриншоте вы как раз видите то, что учинки-спасатели самое первое. Ноль игрушек купили, но при этом у нас 40 рублей выручка. То есть, это просто люди закинули туда десятики, и при этом им ничего не выдалось. Это как раз из-за того, что они не читали инструкцию. Они просто по одной закидывали, а не по дверь. Дальше зефирята. 9 игрушек продалось. 267 рублей у нас чистая прибыль составляет. И плюс 30 рублей. Это как раз по той же самой схеме. Закинули по одной десятке, они провалились. Дальше сто десяток кто-то закинул. И вот самое большое это попсоки. То есть, кто-то прям у нас, ну прям выкинул много денег. Ну, возможно, это не один человек. Может, это много там людей пришло. Решили взять. И причем все не прочитали инструкцию. Аж 252 рубля в одну колбу только у нас провалилась вот такая сумма. Соответственно, она нам уходит в чистую прибыль. Наверное, если бы таких вот косяков не было, мы бы получили бы немного поменьше. Ну, проинкассировали за данный месяц. Теперь давайте по показателям. Проинкассировали мы 6770 рублей. Чистая прибыль у нас из которых составила 5180 рублей. Аренда на данной точке у нас составляет 500 рублей. Здесь аренда у нас фиксирована, в отличие от прошлой точки. Вот, а если сравнивать с прошлым месяцем, в том месяце мы проинкассировали 4815. А чистая прибыль у нас составила 3255 рублей. Ну, получается, на 2000 больше в этом месяце проинкассировали. Тут то же самое получается. Мы увеличили прибыль попрыгунчиков. И также мы увеличили стоимость игрушек, которые раньше мы продавали по 20 рублей. Сейчас мы продаем по 30. Вот это спиннер и покемоны. Это вот предпоследние как раз в списке позиции. Вот спиннеры мы, получается, закупаем по 5 рублей 20 копеек. Продаем по 30 рублей. Чистая прибыль у нас составляет 25 рублей практически. Продали мы 8 игрушек. Итого практически 200 рублей у нас чистой прибыли. Ну, и с покемонами то же самое. Получается, покупаем по 10 рублей. Продаем по 30 рублей. Чистая прибыль 20 рублей. 23 игрушки продали. 460 рублей заработали. Вот. Теперь по поводу стоимости данной точки. Получается, данная точка обходится 66356 рублей. Ну, это закупь всех вот этих колб, стоек, без учета наполнителя. Теперь по поводу убытков. Получается, в этом месте у нас убытков на 137 рублей 40 копеек. Вот. Ну, я скриншот-приложу, не буду объяснять, чтобы видео не затягивать. Теперь поговорим о самой последней точке, которая раньше нам приносила больше всего прибыли. Вот. Здесь небольшая накладка произошла. То есть, у нас съезжает магазин, который до этого стоял. И будет заезжать новый магазин. Вот. Для меня самое главное, чтобы меня оттуда не убрали. Потому что точка самая хорошая, которая приносит мне больше всего прибыль. Ну, вот посмотрим на дальнейшие действия. Посмотрим, что скажет арендодатель. Надеюсь, все-таки я там останусь. И выручка у меня еще больше увеличится. Если какие-то там, ну, все эти крупные приедут, соответственно, ну, в магазин будет ходить больше народу. Соответственно, трафик у моего аппарата будет лучше. Больше и больше выручка у меня будет. Вот. А теперь по поводу результатов. Проинкассировали мы в данном месяце 5310 рублей. Чистая прибыль, из которых у нас составила 4200 рублей. Аренда в данной точке самая большая. Из четырех точек, которые у меня на данный момент имеются, 600 рублей. Вот. Если сравнивать с показателями прошлого месяца. В том месяце мы проинкассировали 8300 рублей. Чистая прибыль, из которых у нас в том месяце составила 5800. То есть в этом месяце мы немножко поменьше заработали. Вот. Также по поводу монетоприемников. Я их здесь также увеличил. Получается, попрыгунчики у нас за место 10 рублей стали продаваться по 20 рублей. И также два вида игрушек, которые раньше продавались по 20 рублей, сейчас стали по 30 рублей продаваться. Вот. Покупают их, конечно, сейчас не так часто. Но это может быть пока. Вот. Но тем не менее, чисто прибыль у нас как бы увеличивается. Вот. Это хорошо. Теперь по поводу стоимости данной точки, которая нам приносит больше всего прибыли. Данная точка самая первая вообще окупилась. Она, грубо говоря, там за 3 месяца, наверное, окупилась уже, либо за 4 месяца. Стоимость данной точки стоит 66 268 рублей. Вот. По поводу убытков. В данном месяце убытков у нас всего практически на 17 рублей. Я также сейчас скриншот приложу. Посмотрите, что мы в этом месяце в убытках видим. Все. В общем, с 4 точек мы проинкассировали 18 120 рублей. Чистая прибыль, из которых у нас составляет 13 975 рублей. Это уже все с вычетом аренды. Это чистая прибыль. Теперь будем смотреть, что будет у нас самой прибыльной точкой. Надеюсь, все-таки меня там оставят. Заедут новые магазины какие-то и прибыль увеличится. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.